Да, Брест действительно чистый город. В этом можно убедиться, просто выйдя из подъезда своего дома, оглянувшись вокруг, пройдясь по знакомым улицам, скверам и бульварам. Санитарное состояние дворовых территорий под контролем специалистов, еженедельно отправляющихся в мониторинге рейды. Каждый четверг проводится тщательно и скрупулезная проверка. В ходе данной работы по выявленным нарушениям санитарного нормального права, к которым относятся замусоренность территории, нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства по оборудованию и содержанию контейнерных площадок, несвоевременный покос сорной растительности и ряд других нарушений, выдаются в последующем в адрес руководителей организации предприятий, субъектов различных форм собственности, предписания об устранении нарушений и рекомендации. Из всего вышеперечисленного самое частое нарушение – засоренность мелкими бытовыми отходами на территории контейнерных площадок и автостоянках. Что примечательно, за истекший период этого года в ходе мониторингов несанкционированные свалки выявляются все реже. И если обнаруживаются, то моментально устраняются. Благодаря такой систематической работе в составе рабочих групп на территории города Брест практически не фиксируются несанкционированных свалок, нарушения устраняются. Кто как не специалисты по комплексной уборке, дворники в ответе за опрятный внешний вид города. Во многом благодаря работе стражи чистоты на улицах порядок. Ситуацию порой портят недобросовестные горожане, которые не доносят мусорные пакеты до контейнеров, а также те, кто ленится выходить из дома и выбрасывает ненужный хлам прямо из окна своей квартиры. Хотелось бы обратиться к жильцам нашего города, чтобы они были как-то повнимательнее к дворникам, кидали мусор в отведенные места специальные, большегрузный мусор, который выносят жильцы, чтобы они не складировали на площадках. На это есть вывески на контейнерных площадках с номерами телефонов, куда можно обратиться, заказать машину и вывезти мусор большегрузный. Культура жителей города особенно заметна на обрезком мусороперерабатывающем заводе при сортировке мусора. Это особенно видно по контейнерным площадкам, которые эксплуатируются для сбора отходов коммунальных. Население действительно уже понимает о том, что просто пойти выбросить пакет этого мало, потому что действительно созданы достойные условия для того, чтобы эти отходы правильно рассортировать. Контейнеры не стоят пустую, а они действительно наполняются, что работа ведется, что это эффективно, грамотно расставленное оборудование, что население этим пользуется. Ежедневно сюда поступает около 200-220 тонн мусора. Сначала его вручную сортируют, после чего полученное сырье направляется на перерабатывающие предприятия с целью получения товаров, которые вскоре можно будет использовать в хозяйстве. Например, эта резина может использоваться как в строительстве, так и на какие-то резиновые наши принадлежности, это и коврики могут быть, пластиковые ведра мы используем в своем хозяйстве, это тазики, где-то те же детские игрушки тоже делаются из пластика. Мы бы хотели, чтобы население действительно экономило свои деньги, чтобы они думали о дальнейшем, о своем будущем, чтобы эти отходы уже поступали к нам на предприятие в чистом виде, чтобы уже мы смогли напрямую направлять на переработку. Санитарное состояние – это визитная карточка любого города, а потому суметь сохранить статус самого чистого и благоустроенного города области и по возможности приумножить положительный опыт – наша общая задача.